Далее на информационном канале новости спорта в студии Дмитрий Вароновин. Пескульт привет. Начну с позитива. Накануне главный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов назвал состав своей команды на Олимпийские игры в Сочи. В список 25 вошла и воспитанница ижевского хоккея Мария Печникова. Напомню свою карьеру она начинала в дворовой команде Гвоздика. Так что в Сочи будем персонально болеть за Печникову и за еще одного ижевского хоккеиста Федора Тютина. Приятные вести пришли и из чешского нового места, где завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. В командном спринте классическим стилем победили россияне Максим Валикжанин и Михаил Крюков. Наш дуэт в острой финишной борьбе опередил две норвежские сборные. Дмитрий Паров и Сергей Устюгов, к сожалению, в финал не пробились. И там же в Чехии отличились и наши стрелки. Золото международного турнира в стрельбе из пневматического пистолета выиграла Наталья Подерина. Она лидировала еще с квалификацией, где набрала 385 очков и вышла в финал с первого места. В финале же ижевчанка также не оставила шансов конкурентам, заработав 202,2 очка. Порадовалась их болельщиков и ижевская биатлонистка Валентина Назарова. На очередном этапе Кубка Европы в Италии она выиграла золото в спринтерской гонке. Помогла Валентине в этом точная стрельба. А днем ранее Назарова была четвертой в индивидуальной гонке. Два ижевских лыжника Константин Гловацких и Александр Уткин сегодня были замечены нашей съемочной группой на биатлонном комплексе имени Демидова. Оба атлета сейчас восстанавливаются после труднейшего тур-дески и не теряют надежды на то, что поедут таки на Олимпиаду в Сочи. Все подробности в репортаже. Сегодня и Гловацких, и Уткин в щадящем правдорежиме пробежали по освещенным трассам биатлонного комплекса каждый по 50 километров. Усталость после дикого по напряжению тур-дески еще дает о себе знать. Выступили там почти синхронно. У Александра 23 место, у Константина 24. Неприятный осадок и у них, и у тренеров сборной остался. Можно было, конечно, и выступить получше. Просто ряд субъективных факторов нам помешали, скажем, достойно проявить себя там. А так я результатами их ими доволен, потому что мы практически не готовились к тур-деске. Главную задачу попасть в супер-нагодневки в топ-десятку ижевщане не выполнили, но на то есть и эффективные причины. Во время всей гонки у Гловацких болело горло, а у Уткина был заложен нос. Боролись как могли, выкладывались, держа в уме Сочи. Было, осадок такой и был. Было, есть ничем подумать. То есть старт такой важный был. Несмотря на то, что многие сильнейшие не приехали. Ну да, да, да. Все равно хотелось побороться. Ну, то есть не побороться, а набрать большее количество очков. Игловацких и Уткин пробудут в Ужевске до 28 января. За это время примут участие в домашнем чемпионате ПФО. А вот далее, по информации нашей программы, Константин уже в олимпийской сборной. Его ждет в Сочи. Для Александра же время ожиданий продолжается. Что касается непосредственно Олимпиады, то и готовы к Олимпиаде. Если подзагут, то всегда рады будем участвовать. Ну, для этого, наверное, надо еще на этапе Кубка мира. Да, конечно, надо будет отбираться, еще и два этапа пройдут. И в Италии будет этап классический. То есть, если тренера посчитают нужным, то мы всегда готовы бежать. Ждать осталось недолго. Официальный состав Олимпийской сборной России по лыжным гонкам президент Национальной Федерации Елены Вяльби обещал обнародовать 24 января. Надеемся увидеть в нем сразу четыре фамилии спортсменов из Утмуртии. Студенты на сессию, потом на каникулы, а их педагоги на спортивной площадке. В Ижевске прошла спартакиада преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных учреждений. В ее программе было шесть видов, самых массовых, доступных и популярных. На одном из них, лыжных гонках, сегодня побывала Марина Азябина. 28 команд, 350 участников практически со всех городов и районов Утмуртии. Приехали посоревноваться, пообщаться и развеяться после первой половины учебного года. Спор тому хорошее подспорье. Это прежде всего здоровье, люди приходят, потому что как ты отдохнул, так ты и будешь работать. А если кому нужен больной работник, у которого спина болит, ноги болят, какая у него производительность труда была? Никакой. Олимпийский девиз на спортеяге не работал. Не могли педагоги на игровых площадках и лыжных трассах оставаться равнодушными к спортивной борьбе. Каждая команда стремилась выиграть. Вот и Оксана Семенова выложилась на своем этапе полностью бывшая лыжница. Технично и быстро преодолела дистанцию. Говорит, помогли ей в этом ежедневные тренировки. С лыжами прощаться никогда не надо. Всегда надо быть на лыжах. Я лично для себя сделала такой вывод. Почему? А чтобы держать себя в тонусе и форме. Организаторы турнира не сомневаются. Проведение таких спартаки отстанет доброй традицией. К тарцу, теннису, шахматам, плаванию, лыжным гонкам добавятся и еще новые виды. Ну а победителями турнира в итоге стали спортсмены Ижевского индустриального техникума, серебро и бронза у Ярского политеха и столичного машиностроительного техникума. И последнее. Завтра, 14 января, в Ижевске стартует первенство привожья под зюдом. Ожидается приезд 700 спортсменов возраста 14-16 лет. Соревнования эти отборочные на национальное первенство в Липецке. Так что борьба на тотале будет интересной и жесткой. Турнир пройдет в дворце спорта Олимпии с начала 14 и 15 января в 11 часов утра, а 16 в 10 утра. Все время на сегодня. Болете только на спортивных аренах. И следите за новостями спорта также на сайте Моя Латмуртия. Адрес на экране. До встречи в эфире. Моя Латмуртия.